А три тысячи книг со стихами другого великого поэта Абая Кунанбаева выпустило московское издательство. Часть из них попадает и в казахстанские книжные магазины. Это уже второе издание стихов Абая за пару месяцев, которое успешно продается в российской столице. Отчего степной поэт так популярен у москвичей, выясняли корреспонденты. Здравствуйте. Не подскажете, как у вас продается книжка Абая Кунанбаева? Неплохо продается. Осталось два экземпляра. Абая Кунанбаева читают в Москве. Пробный тираж раскупили. И сегодня в магазинах появился основной. Три тысячи книг со стихами Кунанбаева. Причина такой популярности казахстанского поэта на обложке. То, что здесь должна была быть майка, это тоже для меня было однозначно, потому что здесь, этой книгой мы все-таки хотим не только показать творчество поэта, но и, в общем, это какая-то наша позиция тоже, которая, в общем, выражается обложкой. Весенние протесты на Акупай сделали Абая не только казахстанским народным, он теперь и русский народный. Издатель Павел сам приходил к оккупантам, там и решил книге быть. По сути, это для нас не был коммерческий проект. Это некий жест, некая реакция на события, происходившие в Москве в мае 2012 года. И, в общем, никаких целей заработать на этой книге мы не преследовали. Для Михаила, активного участника Акупай, это книга напоминаний и воспоминаний. Говорит, в те дни она бы не помешала. Тут многие декламировали стихи поэта о свободе и справедливости протеста. Во-первых, он не такой уж и неизвестный. Будущий инженер Михаил поэзию Абая не комментирует. Дело говорит не в рифме, а смысле того, о чем поэт писал. И теперь для москвичей Абая не просто имя, а символ доброго и справедливого протеста. За те пять минут, пока рассуждали Абая и политики, Абаю принесли цветы. Оказалось, казахстанцы. Единственный из казахов, кто переводил Кушкина, кто переводил Евгения Онегина. То, что они знают москвичей, это не то, что приятно, это даже восхитительно. Хоть москвичу, хоть тверскому, хоть чемкентскому, хоть алматинцу, слова Абая это всегда и назидание, и хрок. Эта книга из тиража первой попадет в Казахстан. Но уже совсем скоро несколько тысяч таких же книг поступят и в казахстанские магазины. На обложке Абай с белой ленточкой, российским символом движения за гражданские права и честные выборы. Евдокия Гончарова, Москва, специально для КПлюс.